Секреты Бали. Древние храмы, теплый океан и жилье на любой вкус. Секреты Бали. Древние храмы, теплый океан и жилье на любой вкус. 8 часов 15 января 2020 года, обновлено, 8-12-15 января 2020 года. На Бали теплый в любое время года океан, пляжи с белым песком, экзотические фрукты и мистическая атмосфера местных верований. Чем заняться на удивительном индонезийском острове, что смотреть и покупать в фото-ленте РИА Новости. РИА Новости, Мария Сильванова. Туристы обычно прибывают на Бали в главный международный аэропорт недалеко от города День Пасара. Воздушная гавань носит имя национального героя Нгурахрая, погибшего в 1946 году во время войны с Нидерландами за независимость. Открытые пространства, зеленые зоны и многочисленные яркие ворота делают этот транспортный узел похожим на парк развлечений. Для российских туристов перелет легким не назовешь. Время в пути, если рейс прямой, около 13 часов. С пересадкой, например, в Катаре, добираться и вовсе 18 часов. А стоимость авиабилета начинается от 47 тысяч рублей. Один из 18. Туристы обычно прибывают на Бали в главный международный аэропорт недалеко от города День Пасара. Воздушная гавань носит имя национального героя Нгурахрая, погибшего в 1946 году во время войны с Нидерландами за независимость. Открытые пространства, зеленые зоны и многочисленные яркие ворота делают этот транспортный узел похожим на парк развлечений. Для российских туристов перелет легким не назовешь. Время в пути, если рейс прямой, около 13 часов. С пересадкой, например, в Катаре, добираться и вовсе 18 часов. А стоимость авиабилета начинается от 47 тысяч рублей. РИА новости, Мария Сильванова. РИА новости, Мария Сильванова. Песчаные пляжи, буйная тропическая растительность и возможность подобрать жилье любого класса ежегодно привлекают на Бали миллионы туристов. Хорошие волны круглый год сделали остров одним из мировых центров серфинга, винсерфинга и парусного спорта. Среднегодовая температура воздуха здесь плюс 26 градусов, вода в океане 26-28 градусов. Сезон дождей в январе-феврале – 2 из 18. РИА новости, Мария Сильванова. РИА новости, Мария Сильванова. Большинство балийцев, 83%, исповедуют местную разновидность индуизма Агамма Хиндудхарма. Это сплав язычества, культ природных явлений, поклонение духу предков, буддизма и учения Шива. Местные жители большое значение придают различным магическим ритуалам, которые должны сохранять гармонию и равновесие между миром людей и обителью богов. РИА новости, Мария Сильванова. РИА новости, Мария Сильванова. Одна из главных достопримечательностей балийндуистский храм Пуратана Хлот на скале в океане. С суши он связан узким перешейком, пройти по которому можно только во время отлива. Обычно туристам приходится брезти по колено в воде. Верующие могут подняться по лестнице, вырезанной в скале. Остальных пустят только в нижнюю часть святилища. РИА новости, Мария Сильванова. РИА новости, Мария Сильванова. По легенде, Пуратана Хлот построил в 15 веке индуистский брахман Нерардхи, которого привел на остров Божественный Свет. Лучи исходили из родника, бьющего на скалистом берегу. Вода здесь и сейчас считается целебной. А еще в складках скалы прячутся ядовитые морские змеи. Они, как говорят местные жители, охраняют храм от злых духов. Пять из восемнадцати по легенде, Пуратана Хлот построил в 15 веке индуистский брахман Нерардхи, которого привел на остров Божественный Свет. Лучи исходили из родника, бьющего на скалистом берегу. Вода здесь и сейчас считается целебной. А еще в складках скалы прячутся ядовитые морские змеи. Они, как говорят местные жители, охраняют храм от злых духов. РИА Новости, Мария Сильванова. РИА Новости, Мария Сильванова. Неподалеку есть еще одно святилище Пурабату Балонг. Его название переводится как «Храм с дыркой в камне». Шесть из восемнадцати. Неподалеку есть еще одно святилище Пурабату Балонг. Его название переводится как «Храм с дыркой в камне». РИА Новости, Мария Сильванова. РИА Новости, Мария Сильванова. Храм Улувату построен примерно тысячу лет назад над океаном, на Крутом Утесе. Над обрывом проложена обзорная тропа. В хорошую погоду отсюда можно увидеть соседний остров Яву. Местные верят, что здесь объединяются сущности трех богов – Брахмы, Вишну и Шивы. Еще этот храм – место поклонения Девиллаут. По легенде, утес – окаменевшая лодка этой морской богини. Сюда приходят рыбаки помолиться об удачном улове и спокойном океане. Семь из восемнадцати. Храм Улувату построен примерно тысячу лет назад над океаном, на Крутом Утесе. Над обрывом проложена обзорная тропа. В хорошую погоду отсюда можно увидеть соседний остров Яву. Местные верят, что здесь объединяются сущности трех богов – Брахмы, Вишну и Шивы. Еще этот храм – место поклонения Девиллаут. По легенде, утес – окаменевшая лодка этой морской богини. Сюда приходят рыбаки помолиться об удачном улове и спокойном океане. РИА Новости, Мария Сильванова РИА Новости, Мария Сильванова Рядом со святилищем леса обезьян. Считается, что и эти животные гонят прочь злых духов. Служители и путешественники подкармливают приматов, которые, не стесняясь, выпрашивают угощения. Могут, не дожидаясь милости, стащить банан, бутылку воды или очки. Восемь из восемнадцати. Рядом со святилищем леса обезьян. Считается, что и эти животные гонят прочь злых духов. Служители и путешественники подкармливают приматов, которые, не стесняясь, выпрашивают угощения. Могут, не дожидаясь милости, стащить банан, бутылку воды или очки. РИА Новости, Мария Сильванова РИА Новости, Мария Сильванова На наших глазах обезьяна вырвала из рук сидевшей туристки розовый сланец. Отобрать добычу невозможно, животное, стримглав исчезает, рассказывает Наталья Ананева из Калининграда. Однако оказалось, что вещь можно вернуть, предложив в обмен что-то вкусное. Девять из восемнадцати. На наших глазах обезьяна вырвала из рук сидевшей туристки розовый сланец. Отобрать добычу невозможно, животное, стримглав исчезает, рассказывает Наталья Ананева из Калининграда. Однако оказалось, что вещь можно вернуть, предложив в обмен что-то вкусное. РИА Новости, Мария Сильванова РИА Новости, Мария Сильванова На берегу озера Бератан расположен еще один храм Ул-Лун-Дану. Во время прилива кажется, что он построен в воде. Башня в одиннадцати ярусов посвящена Шиве и его супруге Парвате. Десять из восемнадцати. На берегу озера Бератан расположен еще один храм Ул-Лун-Дану. Во время прилива кажется, что он построен в воде. Башня в одиннадцати ярусов посвящена Шиве и его супруге Парвате. РИА-НОВОСТИ, МАРИЯ СЕЛЬВАНОВА РИА-НОВОСТИ, МАРИЯ СЕЛЬВАНОВА В северо-восточной части Балия находятся два больших вулкана Агунки Гунунг-Батур высотой 3142 и 1717 метров соответственно. Агунг последний раз просыпался весной 2019 года. Лава и раскаленные камни разлетались в радиусе 3 километров. Пеплом были покрыты 9 близлежащих деревень. Гунунг-Батур спокоен уже 20 лет. Сейчас там фиксируют лишь фрумарольную активность, из трещин выходит газ. 11 из 18 В северо-восточной части Балия находятся два больших вулкана Агунки Гунунг-Батур высотой 3142 и 1717 метров соответственно. Агунг последний раз просыпался весной 2019 года. Лава и раскаленные камни разлетались в радиусе 3 километров. Пеплом были покрыты 9 близлежащих деревень. Гунунг-Батур спокоен уже 20 лет. Сейчас там фиксируют лишь фрумарольную активность, из трещин выходит газ. РИА Новости, Мария Селиванова РИА Новости, Мария Селиванова Еще одна достопримечательность острова Рисовые террасы. Возраст некоторых тысяча с лишним лет. 12 из 18 Еще одна достопримечательность острова Рисовые террасы. Возраст некоторых тысяча с лишним лет. РИА Новости, Мария Селиванова РИА Новости, Мария Селиванова Рисосновная сельхоскультура для балийцев, его едят каждый день. Не зря слово «нази» переводится и как «рис», и как «еда». 13 из 18 рисосновная сельхоскультура для балийцев, его едят каждый день. Не зря слово «нази» переводится и как «рис», и как «еда». РИА Новости, Мария Сильванова. РИА Новости, Мария Сильванова. В деревне Мас, расположенной недалеко от города Убуд, живут самые известные резчики по дереву. Фигуры людей, богов и животных, маски, шкатулки, предметы мебели, утварь они создают из тика, пальмы, сандалового, эбенового и других деревьев. 14 из 18. В деревне Мас, расположенной недалеко от города Убуд, живут самые известные резчики по дереву. Фигуры людей, богов и животных, маски, шкатулки, предметы мебели, утварь они создают из тика, пальмы, сандалового, эбенового и других деревьев. РИА Новости, Мария Сильванова. РИА Новости, Мария Сильванова. Рядом с каждой мастерской открыт магазин, больше похожий на музей декоративно-прикладного искусства. 15 из 18. Рядом с каждой мастерской открыт магазин, больше похожий на музей декоративно-прикладного искусства. РИА Новости, Мария Сильванова. РИА Новости, Мария Сильванова. На Бали производят кофе сорта копи лувак. Необычным, надо сказать, способом. Мусанги пальмовые куницы поедают спелые плоды кофейного дерева, переваривают их мякоти и спражняются зернышками. Люди собирают их, моют и сушат на солнце. Кофе из таких зерен приобретает мягкий, менее терпкий вкус. РИА Новости, Мария Сильванова. РИА Новости, Мария Сильванова. Это спящий мусанг-участник производства одного из самых дорогих сортов кофе в мире, килограмм которого может стоить около 700 долларов. 17 из 18. Это спящий мусанг-участник производства одного из самых дорогих сортов кофе в мире, килограмм которого может стоить около 700 долларов. РИА Новости, Мария Сильванова. РИА Новости, Мария Сильванова. Также туристы привозят с Бали национальную одежду саронг, шелковые платья и платки, расписанные в технике ботика, изделия из дерева, косметику, которую производят вручную и только из натуральных ингредиентов. РИА Новости, Мария Сильванова